Когда я поступала в ручной техникум, на собеседовании мне сразу сказали, что будут препятствия, но, конечно, я не думала, что будут препятствия на государственном уровне. У нас не принято ходить в суды, у нас не принято бороться за свои права. В Российской Федерации, не знаю почему, но складывается вот такая тенденция. То есть лучше молчать, где-то работать матросом, даже отучившись, получив в том числе и высшее образование, но будешь работать матросом молча и за копейки. И вот как раз в Брюсселе мы будем принимать решение, будем обращаться в Конституционный суд, чтобы оспорить данное постановление и как бы его отменить. Нужно всегда бороться за свои права и за свои мечты.